Призвали по частичной мобилизации, но во время прохождения учебы начались серьезные проблемы со здоровьем. Родственники Кировчанина, который сейчас находится в Саратовской области, просят оказать сыну медицинскую помощь, которую он, по их словам, не получает. Кировчанин Александр Козловский второй месяц находится в Вольске. Там у него из-за физических нагрузок обострилась старая травма колена. Врачи отправили мужчину на рентген, который показал незначительные проблемы с ногой. Однако боли усилились, и Александр поехал на МРТ в соседний город. Обследование показало, что заболевание уже перешло во вторую степень, а также подозрение на разрыв связки. В этом случае, как пояснили врачи, нужна операция. Однако в военной части результаты МРТ в расчет не берут и в госпиталь на операцию не отправляют, рассказали родители Кировчанина. Если травматолог-то сказал, он посмотрел, он сказал, ему нужна срочная операция. Вот хотя бы сделали операцию ему, потом бы они смотрели, какая категория нужна ему стоять. А то они все вот так поставили годен. Ну как он годен? Он сейчас в данный момент, он хромает, там уже хромает, и бедро у него начало болеть. Вот его нагоняли, вот этот месяц, он по окопам там по всем побегал, пострелял, и вот, пожалуйста, все это. Отправку Кировчанина в зону проведения спецоперации приостановили. Ему рекомендовали носить наколенник и пользоваться мазью. Но в госпиталь на операцию не отправляют. Как пояснил юрист, мужчину вообще не должны были допускать к службе с таким серьезным запущенным заболеванием. У нас задача именно такая, помочь ему с точки зрения медицины. Однако на данный момент почему-то медики военные, которые подчиняются, кстати, не Министерству здравоохранения, а Министерству обороны, считают, что важнее не помочь человеку, а важнее его как винтик в этой системе направить на спецоперацию. Несмотря на то, что он с больным коленом может не только себя подвести, но и своих товарищей может подвести.